Всем привет! Сегодня хочу поделиться одним небольшим наблюдением над конденсаторами. Конечно же я наблюдаю и этот вот трехполярный уникальный конденсатор Тесла. Я просто стал измерять для своих опытов емкость конденсаторов, которые у меня есть под рукой. Конечно, обязательно проверяю выпаянные конденсаторы. Не забывайте, ребята, когда будете проверять конденсаторы, их прежде всего, прежде чем сунуть в прибор, надо разряжать. Иначе, иначе вы можете попалить прибор. Так вот, к чему это я? Ну, вот на этих конденсаторах как бы точности особой не пишут. Так же, как вот на этих трехполярных, один из которых Тесла, другой из которых не Тесла. Оба конденсатора имеют три вывода, ну не три полярные, конечно, а три обкладки у них. И эти обкладки независимые. Вот я подбирал конденсатор и стал измерять вот этого товарища, которого уже вам показывал, внутри которого содержатся ядовитые вещества. Вот, и вот что я намерил. Значит, от среднего к боковому щупу, ну а точнее от вывода центрального до вывода крайнего. Сейчас он справа от меня. Емкость конденсатора два с половиной микрофарада. Так вроде правильно говорить, да? А на самом корпусе мы можем прочитать. Что можем прочитать? Да вот, сами можете убедиться, что тут у меня написано 2 по 1 УФ, ну наверное так микрофарад обозначается, плюс-минус 10%. Точность аховая, если помните конденсатор, у которого было всего два вывода, имел точность 20%, ну то есть вообще обалдеть. Давайте померяем вот этот вот левый вывод. Тут у нас вообще троечка. То есть, не то чтобы два по одному, а с одной стороны у меня 3 микрофарада, с другой стороны 2,5. Конденсатор, конечно, уникальный во всем, то есть даже в этом. То есть, точность 10%, ну такой точностью здесь даже и не пахнет. А теперь давайте вот сразу для наглядности продемонстрируем точность вот этих вот конденсаторов. Да, они советские, у кого-то они вызывают отрыжку. Вот этот конденсатор у меня, по-моему, на 1 микрофараду. И давайте глянем, что нам покажет прибор. Вот она, одна родимая микрофарада. Давайте так вот, чтобы не отсвечивало. Вот одна микрофарада на приборе. И точность, та же самая точность, что у этого Тесла в 10%. Ну, тут, видите, прибор показывает, что точность превосходная. А теперь давайте посмотрим вот этот конденсатор со знаком качества. Выпущен он тоже в Советском Союзе и сделан на совесть, поверьте мне. Смотрите, его заявленная емкость 0,5 микрофарада с той же точностью, давайте вот так вот, с той же точностью 10%. И мы видим 0,5, и вот они, родимые 0,5, и никуда прыгать не надо. А представьте, вот этот сундучок, разбирать я его не буду, не просите. Посмотрите, какая точность у него. У него тут 30 тысяч пикофарад, все, как говорится, латиницей написано, или кириллицей, по-настоящему. ПФ, пикофарад, и точность плюс-минус 1%. Ну, совать в прибор даже не стоит, потому что мой прибор такой точности не имеет, последняя цифра всегда у него врет.